Здарова всем парни и дамы, микрофон и ветеран, ну и в этом ролике мы с вами разбираем тактику прохождения Припяти профи за инженера. Постараюсь, конечно, сжать ролик как можно сильнее, чтобы только самое важное, именно пройдемся по таким основным моментам, на каких вы можете слить. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях, на все отвечаю. Ну что ж, поехали. Ну, как обычно, пропускаем школу и возвращаемся в спортзал. Здесь есть небольшой баг, если вы встанете так же, вот как я, чтобы когда вы поворачивались, вы были в воздухе, то вы можете остаться наверху и активируется контрольная точка. Вы сверху можете убивать спокойно ботов, но также можете вы спрыгнуть вниз и снизу уже валить всех ботов. Такой вот интересный вам баг. Покажу. Ну и после того, как вы отстрелили бота, вы взрываете мурены, отстреливаете пачку ботов, ну и проходите дальше. Ну, что касается бассейна, то тут все довольно просто. Здесь два варианта. Первый, вы можете так же, как и ваши союзники, сидите стрелять ботов. И второй вариант, вы можете им просто давать броню, пока они будут стрелять. Первую волну отстреляли, на второй волне появляется дурель, которую сносит снайперу. Вы можете ему помочь. И вы также отстреливаете ботов. Гранатометчика, который находится слева наверху на балконе, вы не убиваете. Его вы убиваете в самый последний момент, когда перебегаете на противоположную сторону, когда вы отстреляли всех ботов. Как только вы все отстреляли, все перебежали и расселись, только тогда вы убиваете гранатометчика. И после того, как вы его убили, вы садитесь вот на это вот место, за этот ящик, и с медиком отстреливаете зеленых ботов. Перед этим вы элемент сносите скалопендру, который появляется. И ваша задача, смотреть зеленых ботов, которые к вам прилетают, чтобы они не убили и вас, и ваших союзников, которые сидят за коброй. Если зеленых ботов нет, вы можете вот так вот вылазить и убивать черных ботов. Но основная задача, это конечно убивать вот этих вот зеленых ботов. Так, что касается винтокрыла, тут у нас все просто. Как только вы дошли, вы сразу же рассаживаетесь, кто где, кто на граны, кто на отстрел ботов. Первые появляются у нас две мурены, вы их сносите, после них через 2 секунды появляются кубры, вы их сносите, и после этого рассаживаетесь. Я для разнообразия выбрал левую ближнюю дурель, то есть я буду стрелять с гранатометом. Вы просто вот так вот, как я, ложитесь или садитесь, но поближе к дурели, чтобы вас винтокрыл не трогал. И просто-напросто сидите, ждете, пока появляется гран. Справа появился гран, его чел взял, и через буквально 5 секунд у вас появится гранатомет тоже. Вы его взяли, дождались, когда винтокрыл находится на центре, и в прицеле вот так вот выстрелили и довели его. Вот, желательно стреляйте, чтобы когда он был на центре, тогда вы попадете в него 100%. То есть вот, вы взяли гран, он подлетел на центр, вы прицелились, выстрелили, то есть ничего сложного. И так вот вы отстреливаете всю первую волну. И да, самое важное, не убивайте ботов, которые находятся на, так сказать, домике впереди вас. То есть, оставляйте там всегда одного бота, чтобы при перебежке один бот там оставался. Чтобы у вас не располнился бот за спиной. После этого переход, вы переходите вот сюда вот на левую часть этой дурели, и также сносите винтокрыл. То есть, немножко высовываетесь, берете гран, стреляете, как только он на центре зависает. И вот таким вот образом, пока ваши союзники убивают ботов, вы отстреливаете винтокрыл. Если не отстреляли за эту волну, вы пересаживаетесь еще левее и смотрите ботов. После чего, ваши союзники стреляют в гранатомет. Ну а как только вы сняли винтокрыл, мы с вами переходим на бункер. Что касается бункера, здесь, если вы взяли гран на винтокрыле и не отстрелили его, то вы берете на бункере граник, и у вас будет их два. Стреляете в первую, кобру сносите, стреляете по-моему вторую и тоже ее сносите. Если же гран на винтокрыле взял медик и оставил его, то берет тогда гранатомет медик и стреляет по дурели. А так стреляет инж, если он взял. Вот, проходите первый бункер, то есть ничего здесь сложного нет, просто стреляли дурели. На втором же бункере все тоже довольно просто. Инженер или медик берут первый гранатомет и стреляют вот в эту вот левую мурену. Вы ее снимаете и каждый набирает как минимум по одному гранатомету. Бага идти вверх, отстреливаете центр, после чего, когда все набрали по два гранатомета, вы отстреливаете еще одну мурену и, кажется, садится на свое место. После того, как все набрали, вы сносите мурену, кто-то из вас дает залп по ней, вы ее сносите и инж садится вот сюда вот на центр между этими двумя ящиками. И ваша задача просто смотреть гранатометчиков, которые прилетают вот на эту вот стену. То есть вы вообще ничего не смотрите, то есть смотрите только гранатометчиков, которые прилетают. Прилетел гранатометчик, вы его убили. И если ваша команда попросит, вы должны дать залп из гранатомета по той дурели, по которой они скажут, если вдруг они не отстреляют. А так вы просто сидите за инженера, лечите себе броню и убиваете гранатометчиков, которые прилетают на эту стену. Ну, следов разбирать не будем, и так как я разбираю в каждом ролике по принципу, просто их аккуратно отстреливаете по пикселям, режете и все. На болоте вы первую волну тоже, думаю, ничего сложного на ней нет, медики принимают упор, а стрелки уже убивают верха. Вы можете как лечить чисто броню, так и помогать стрелкам, ну а лучше и помогать стрелкам убивать ботов, и лечить им броню. То есть ничего сложного, вы просто сидите, медики принимают упор, вы даете броню и помогаете с отстрелом, и после этого вы переходите на вторую часть болота. Ну, я думаю, вот этот первый участок отстреляют все. Вы просто сидите за первой бочкой, как только слезли с трубы, отстреляли первую волну, и вы здесь уже смотрите сами. То есть здесь вы даете всем брони, вот, и здесь в зависимости у вас уже есть граны линии. То есть если нету гранатометчика, то вы садитесь, вернее гранатомет, вы садитесь вот сюда, вот, можете за трубу справа, но я сяду вот сюда вот слева, и ваша задача просто убивать ботов, именно зеленых ботов, которые вот приземляются, и обычных черных ботов. Вот, вы просто сидите всю эту волну, вы так вот отстреливаете ботов, и на третьей волне, когда пройдет такой небольшой бум, и из трубы посыпется цедриум, вы просто-напросто умираете, а ваши союзники у трех гранатометы остаются, и отстреливают третью волну. После чего пробегают ботов, и делают баг на них. Ну, что касается бага на бот, вот, я тоже вот покажу, чтобы он сработал после болота, когда упала задняя часть, вы не убиваете вот этих вот ботов, которые появляются. То есть вы просто кидаете слепы, и пробегаете мимо них, не убивая при этом ни одного бота. Тут, когда осталось на болоте, и вы телепартнёт к вам, а вы просто должны так вот пробежать под слепами, и всё. Если вы всё сделали правильно, и не убили ни одного бота, то дальше на БТР и на бункере перед богомолом ботов не будет, поэтому пользуйтесь, кому нужно. Так, что касается БТР, тут всё просто. Если у вас на болоте остались граны, а именно те, у кого кто оставался, вы просто достаете их, и как только приезжает БТР, вы по нему стреляете. Также здесь вот лежит на ящике граны, вы его берёте только тогда, когда появились хп у БТР. Это нужно для того, чтобы когда они появились, гранники исполнились по два, а не по одному. После этого, как вы слили БТРа все вместе, вы открываете одну из дурелей и нажимаете её. То есть опять же ничего сложного. После этого каждый набирает по грану, и проходите на богомола. Что касается бункера перед богомолом, то тут всё просто. Вы можете идти с медиками к дурели, или же открыть эту самую дурель. Вы взяли на батареи гран, поэтому он у вас должен быть. Ну или возьмёте, когда появится здесь. Ну или в случае, как только активировали, вы взяли гран и стрельнули под дурели правой. И открыли, сняли. Если же вы ботов забагали и у вас здесь их нет, то вы можете снести и вторую дурель, так как ботов всё равно нет. Но если же вы ботов не забагали и боты есть, то сносите только одну дурель и сидите. Потому что если вы снесёте вторую, то появятся боты с щитоносцами, которые вас несут. Поэтому если забагали, то сносите всё. А если же боты есть, то сносите только одну сколопендру и сидите, ждите лифт. Ну а мы переключаемся на богомола. Итак, что касается богомола. Здесь мы немножко пойдём по другой тактике. Здесь не стандартные, 3-3-2-5, а пойдём немножко по другой. Смотрите, первое у нас за гранами бегит тройка, именно инж, 2 меда. Как только мы их взяли, мы возвращаемся назад. Один чел багал богомола, чтобы мы взяли гранатометчики. Мы сгоняли и взяли, и у нас два грана. Потому что мы на бункере себе взяли по одному грану. То на бункере, кто на БТРе. То есть, но имейте ввиду, что вы должны иметь каждый как минимум один гранатомёт. Вот после этого вы просто переходите и отстреливаете ботов. То есть, ничего сложного. После этого, как только делается опять переход, за гранами бегит уже двойка. А именно снайпер и штурм. Как только вы перешли, вы отстреливаете ботов и вы становитесь на баг богомола. Как его багать в бой, видите, у тебя на экранах. Просто подошли к ящику, стоите и всё. После этого, как они взяли граны, мы все достаем гранатомётчики. И по счёту стреляем в богомола в пятером. Стрельнули один раз, спрятали гранатомёты и пошли на отстрел. После этого мы уже идём немножко по-другому. А именно, двойка не стреляет до КТ. И после этого мы даём четверку. А именно сейчас мы опять делаем переход. Отстреливаем ботов и идём на слишний набор гранов. Итак, вот наша тройка уже идёт забирать гранатомёты. Снайпер или штурмовик багает. Мы каждый берём по одному гранатомёту. Возвращаемся назад. И здесь вы уже, то есть, смотрите, сами можете дать с центра, можете дать сбоку. Ну, а мы, пожалуй, дадим в боку в четвёрку. А именно, штурмовик, два медика и инженер. То есть, каждый даёт по одному выстрелу. Итак, вот мы достали в четвером гранатомёты. Также по счёту мы даём выстрел одновременно. И берём контрольную точку. Важно, чтобы кто-нибудь один и в двойке дал выстрел раньше, чтобы он успел обновить гранатомёты. И у него, как только взялась контрольная точка, было два гранатомёта, а не один. У нас по одному. И у второй челика тоже два. Потому что была контрольная точка. После этого багает штурмовик. Мы с медиками идём, берём по одному гранатомёту, чтобы у нас было два. Возвращаемся. И все достаем гранатомёты. Вся наша пятёрка. Достаем граники. И также в прицеле. И на счёт мы даём выстрел по богомолу. То есть, дали один раз. И сразу же даём второй раз. И всё, богомола нет. Ну, за тактику спасибо игроку Ариц. Ну, а какой пользоваться, решать уже вам. Можете пользоваться этой тактикой, если она вам показалась проще. Можете пользоваться тактикой 3 тройки, 2 пятёрки. То есть, ничего вас не останавливает. Ну, а у микрофона было, как всегда, я, ветеран. Всем хорошего настроения. Удачных проходов. И всем пока.